Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Слово». Вступление на христианский путь жизни и обращение к Богу для некоторых людей начинается со сложных или скорбных жизненных обстоятельств. Многие находят объяснение этому в том, что Бог за грехи наказывает тяжелыми испытаниями. Но как такое суждение соотносится со словами апостола и евангелиста Иоанна Богослова о том, что Бог есть любовь? Об этом мы поговорим с доцентом Санкт-Петербургской Духовной Академии, преподавателем нравственного богословия, протеереем Александром Ранне. Здравствуйте, отец Александр! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как в христианстве соотносится тема любви и наказания? Само слово «наказание» от корня «наказ». Наказ – это значит средство обучения. Наказание – это ни в коем случае не может быть принесение боли какой-то чудовичайной или калечения человека, не дай Бог. Наказать для того, чтобы научить прежде всего. Любовь может не противоречить нашему пониманию наказания. И наказание может не противоречить совсем любви, если эта самая любовь у нас присутствует в сердце. Вот был такой замечательный средневековый проповедник, святой Иоанн Златоуст, который жил в IV веке, который говорил, отвечая на вопрос людей, как нужно наказывать своих детей, что ну как надо наказывать детей? Так, как Господь нас наказывает. А как нас Господь наказывает? Он лишает нас своей помощи. И вот в этом смысле, конечно, стоит задуматься над этим, потому что сама логика этого ответа, она покоится в древнем-древнем рассказе автора книги «Бытие» о грехопадении. Потому что вот мы, наверное, помним, что в этом замечательном рассказе со многими-многими глубокими смыслами говорится о том, что смысл грехопадения человека доключался совсем не в каком-то яблоке, который там совершенно не упоминается, а в том, что однажды человек сказал своему Творцу, вот ты мне подарил этот мир, ну это очень хорошо, вот и теперь я буду жить так, как я считаю нужным. Помните, да? И будете как боги, знающие добро и зло. Человеку показалось, что он все знает и все умеет. И заметьте, что во все времена человеку так казалось, человеку и сегодня так кажется, что он уже вот все познал, так, как говорят иногда в шутку, Бога за бороду схватил. На самом деле, в то же самое время мы видим, насколько это обманчиво, потому что чем больше человек умеет и знает, тем глубже ямы, которые он для себя вырывает, оказываются. И вот действительно, если человек начинает жить по своей собственной воле, помните, как у Достоевского, по своей собственной воле пожить, он и лишается, собственно говоря, помощи Божией. Причем Бог не оставляет человека. Вот когда произносится наказание человеку за его вот отвержение Творца, Господь произносит такую фразу «Проклята земля за тебя». Что такое земля? Это вот тот материал, из которого создано все, собственно говоря. И вот этот материал теряет благодатное содержание, которое давало человеку право претендовать на вечности. Человек получает, вернее, не получает больше доступа к древу жизни. И вот мы с вами, конечно, понимаем, что когда человек перестает следовать закону Божьему, а когда человек перестает быть совершителем тех исторических путей, которые предначертаны Творцом, он попадает в некоторые жизненные тупики. Он ставит себе свои собственные цели, он их достигает теми средствами, которые считает нужным, но он теряет поддержку Божию. Человек так или иначе, верующий он или неверующий, добродетельный или недобродетельный, он все равно с материалистической точки зрения, с биологической точки зрения постепенно угасает. Но мы ведь видим, что со старостью некоторые люди становятся беспомощными, глуповатыми, неприятными, ну и так далее. А бывают они приобретают некоторые свойства, которые позволяют говорить о них, как о старцах, как о мудрецах. Или есть такие, знаете ли, старушки, с которыми радостно быть, потому что они светятся каким-то внутренним светом. Конечно, если мы читаем Священное Писание, особенно Ветхого Завета, мы там встречаемся так, когда нам кажется, что Господь не просто лишает нас своей благодатной помощи, но и когда он непосредственно как бы наказывает человека. Но мне кажется, это только на первый взгляд так получается, потому что если, вот представьте себе, родители лишают помощи своего ребенка, то это действительно иногда будет казаться жестоким, да, потому что ребенок оказывается иногда или может оказаться в такой ситуации без помощи родителей, когда это вызовет у стороннего наблюдателя какое-то сожаление и сострадание, правда? Но разве нет здесь определенной жестокости, что именно таким способом Бог отвращает человека от зла? Нет более гуманного способа для этого? Ой, замечательный тоже вот вопрос, конечно. Конечно, можно говорить о том, что Богу все, собственно говоря, возможно. Но есть одно но. Бог сотворил человека свободным. И для него важно, чтобы вот это вот отношение и к Богу, и к своему ближнему было не вынужденным, а свободным. И вся вот библейская история, собственно говоря, она направлена на то, чтобы показать, как Бог в истории находит какого-то одного человека по имени Авраам, потом создает из этого человека народ. В этом народе рождается некая культура, в рамках которой люди вспоминают о едином Боге, Творце Вселенной. И в этой религиозной культуре рождается Спаситель, как тот, кто нисходит к людям для того, чтобы показать им истинный путь любви, жертвенной любви, которая только и может привести человека к вечности. И, конечно же, мы видим в истории столько несчастья, столько бед, столько различного рода войн, что кажется, ну как это может Господь терпеть? Но на самом-то деле посмотрим, кто всё это делает. Это ведь делают люди, которые забыли своего Бога, которые забыли, что Бог есть любовь, которые забыли, что только Бог, что только любовь достойна вечности, которые этой вечности не хотят, для которых властность, чревоугодие, и Бог знает ещё что, и вот этот короткий промежуток времени более привлекателен, чем сама вечность, и они, в конце концов, живут по тем законам, которые сами для себя выдумали. Вот посмотрите, вот сегодня человечество всё в большей степени само для себя придумывает законы. Это и законы об эвтаназии, это нет, чтобы подумать о том, как облегчить нормальный уход человека из жизни, как облегчить его страдания. Нет, это слишком дорого. Может быть, лучше помочь сразу уйти. А может быть, вот этот небольшой промежуток времени, который дан человеку, мог бы привести его к другому осмыслению своей жизни. Или, скажем, гомосексуальные браки. Ну ладно, Бог с ним. Но посмотрите, даже детей отдают в такие семьи. Но это, конечно, уже некая политика, которая, с моей точки зрения, предполагает некоторые методики, которые бы могли помочь сократить народонаселение на земле, потому что слишком много людей, они слишком много едят, они слишком много потребляют ресурсов. Значит, население надо сократить, значит, нужно найти какие-то методы. И неважно, каковы эти методы. Вот кто-то на самом деле об этом думает и придумывает эти законы. Можем ли мы сказать, что эти законы действительно являются теми законами, по которым предлагает Бог человеку жить? Нет, конечно. И в этом отношении вот те тупики, в которых мы находимся, они на самом деле ужасны. Но они производные от человека. Человек ведь сказал, я сам. Ну, пожалуйста, ты сам хочешь. Ну, живи. Поэтому ваш вопрос мне понятен, но сваливать на Бога вину да человеческое зло, по-моему, бессмысленно. Хорошо, батюшка, но вот разве неизлечимые болезни и тяжелые болезни детей? Это не является наказанием для родителей? В какой-то степени это, безусловно, наказание для родителей. И, может быть, это незаслуженное наказание. У очень хороших и добрых людей могут рождаться очень больные дети. Мы это с вами часто видим. Но, с другой стороны, если они действительно хорошие и добрые, они до конца о них заботятся, это приучает их к настоящей любви. И это есть их путь к вечности. Другое дело, что дети, которые таковыми рождаются, они рождаются ведь таковыми не случайно, потому что вот в этом мире причины следственных взаимоотношений все имеет значение. Да, в генах накапливаются какие-то ошибки, которые переносятся из поколения в поколение. И это, опять же, вина родителей, не обязательно родителей, но каких-то предков этого человека. Человек един со своей природой и со всеми людьми вместе. И он так или иначе не может быть вне истории, вне исторических событий. И все это делает его неответственным за те грехи, которые были у его предков. Но он не может не нести последствия этих грехов. Потому что, знаете, вот такой пример есть. И если отец проиграл свое состояние в карты, но сын не может претендовать на то, что он проиграл. Правда? Ну, значит, он не получит этого наследства. И он должен с этим смириться. Но так или иначе, мы должны всегда помнить слова из Священного Писания Нового Завета. «Носите тяготы друг друга и тако исполните закон Христов». Мы можем отказаться от этого на самом деле, но приведет ли нас все это к счастливой жизни, придется сомневаться. Потому что, вот посмотрите, в нашей жизни очень часто часто взрослым людям кажется, что, ну вот, одного ребенка родили, ну достаточно, но двоих, ну, больше-то ни в коем случае нельзя. На самом деле, это ведь ошибочное к этому отношение, потому что человек живет ведь не только ни 30, ни 40 лет. Он живет и 50, и 60, и 70. И когда ему 70, и вокруг него большая любящая семья, он способен снова и снова переживать вот это вот счастье. Потому что когда-то он дарил себя, а теперь эту любовь ему возвращают. А так, когда человек становится совершенно одиноким, попадает в какой-нибудь дом для престарелых, он никому не нужен, никто не радуется встречи с ним. Разве это можно назвать полноценной жизнью? Хорошо, если в этих годах человек, ну, обратится к Богу, научится молиться, постарается, если он не может чем-то помочь другим людям, помочь хотя бы молитвой или улыбкой. Ну да, это может быть исцелением его в его престарелых годах, но ведь многие вообще замыкаются в себе, превращаются в некое растение, которое растет неизвестно зачем. Потому что не видно вообще никакой ни духовной, ни тем более биологической перспективы. Спасибо, отец Александр, за сегодняшнюю беседу. К огромному сожалению, нам с вами пора прощаться. Спасибо большое вам за то, что меня слушали. До свидания. Дорогие телезрители, мы никогда не сможем понять те страдания и испытания, которые посылает нам жизнь. Но если Бог есть любовь, как говорится в Евангелии, это мы просто должны ему довериться и почувствовать эту любовь, чтобы она по-настоящему глубоко коснулась нашего сердца. Спасибо, что были с нами. До новых встреч.